Возлюбленные Господа, мир Вам! Мы благодарны от нашего хора за утреннее служение, и мы получили благословение и на служение, и после служения. Особенно хотел бы поблагодарить тех, кто позаботился о нашем обеде. Так вкусно приготовились, что я ходил за добавкой еще. Так что спасибо большое. И также благодарю молодежь и служителей, кто дал мне возможность сегодня иметь участие в этом вечернем служении. Первое соборное послание святого апостола Петра, 1 глава из 3 стиха, 1 Петра 1 и 3. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к купованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для Вас. Силую Божью через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Об этом радуйтесь, поскорбевший теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера Ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого невидевши любите и которого доселе не видя, но веруя в Него радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая конца веры Вашей спасения душ. Если можно, операторы, включите меня, чтобы я видел, сколько я времени занимаю. Дешевая и драгоценная вера. Три путника шли, и их ночь застала в пути, и они остановились на ночь и свидетельствовали друг другу, они были верующими о дивных великих делах Божьих. И вот один рассказывает о том, что его жена серьезно заболела, и доктор сказал, чтобы он готовился к похоронам, но он говорит, я сам молился, семья молилась, церковь молилась, и Господь явил чудо, и оставил мне жену, и детям оставил маму, и два путника согласились, что такое может сделать только Бог. Второй говорит, у меня тоже есть свидетельство, у меня был сын-подросток, и как-то он сбунтовался, сказал, не буду ходить ни в Вашу церковь, не хочу служить Вашему Богу, и ушел из дому. Отец говорит, я не побежал за ним, но я молился сам, наша семья молилась, мы завели в церкви, и церковь нас поддержала в этом вопросе, и через месяц этот сын возвращается, но возвращается он не с бунтарским духом, а с сокрушенным сердцем, попросил прощения, и говорит, сейчас мы всей семьей служим Богу. Этих два путника согласились, что такое может сделать только Бог. А третий говорит, у меня был бизнес, большой бизнес, и был один момент, когда я вложил очень большие деньги в одну сделку, и я молился, переживал, но в результате я прогорел. И эти два путника говорят ему, слушай, ну сегодня как бы тема о чудесах Божьих, о свидетельствах, о славе Божьей, а ты о проблемах каких-то. Он говорит, слава Божьей чудо заключается в том, что после того, как я прогорел, я не перестал доверять Богу, и не перестал верить молитве церкви. Я хотел бы сегодня вместе с вами поразмышлять о нашей с вами вере. Веря, та вера, которая не благодаря, а которая вопреки. Мы с вами прочитали очень благословенный текст, который говорит нам о том, о нашей с вами вере, что мы возрождены воскресением Иисуса Христа, и мы с вами богатые люди, потому что мы призваны к упованию живому, к наследству нетленному, неувядаемому, чистому и хранящемуся на небесах. Вы ощущаете себя богатыми или нет? Что вы богатые. Даже если может нас какой-то кризис финансовый или материальный задеть, или какая-то беда, или обворует нас, у нас есть то, что хранится на небесах, чистое, неувядаемое, прекрасное богатство, и это все для нас. И апостол говорит, что сила Божья сохраняет и соблюдает нас ко спасению, и со временем спасение откроется во всей полноте. И он нас призывает и говорит, об этом радуйтесь. Как часто вы радуетесь о том, что вы духовно богатые, о том, что у вас на небесах огромные сокровища. Об этом радуйтесь. А потом добавляет второе слово, очень интересное словосочетание. Об этом радуйтесь, поскорбевши. Как можно радоваться, поскорбевши? Или ты радуешься, или ты скорбишь. Ну вот вы знаете, тело человека, оно не может выдержать противоречия. Оно как минимум болеет, когда там какое-то противоречие внутри, инфекция, болезнь. Как минимум болеет, а как максимум оно умирает. Когда человек начинает противоречие у него в душе, раздвоение личности, то такого человека отправляют на лечение, говорят, что он немножко в разуме своем заболел. Но когда мы опускаемся на самый низкий уровень, духовный, то дух человека, он выносит противоречия. Человек, он может радоваться даже тогда, когда скорбит. И скорбя, он может радоваться. Я вспоминаю одну маму, которая была в таком серьезном состоянии, похоронила сына, 22 года, и она мне рассказывала со временем о том, что когда на похоронах все соболезнования ей говорили, и говорит, «Когда я пришла домой, то я начала петь, я наполнилась духом». И говорит, «Никому об этом не рассказывала, потому что люди бы сказали, она сходит с ума, а дух сято и наполняет». Я думаю, возможно, мы также переживали этот опыт, когда поскорбевшие, мы радуемся. Почему? Скорбим о временных этих вещах, но радость наша, она завязана на вечных вещах, которые не меняются, и они связаны с Богом, и с небесами. Слава Богу за это. Слава Богу. А потом он добавляет, говорит, что мы скорбим, потому что это только теперь, это немного, и если нужно, от различных искушений. Для чего это все? Для того, чтобы испытанная наша вера оказалась в драгоцене гибнущего золота. Как вы о себе можете сказать, ваша вера испытанная уже или нет? Или вы еще в процессе? Он говорит, что Бог знает, когда нам посылать искушение или испытание, для того, чтобы наша вера была драгоценнее, нежели золото, которое испытано, но оно в огне переплавлено, но оно гибнет, оно гибнет. И потом он говорит следующее, достигая конца веры, ваше спасение душ. У нашей веры есть начало и есть конец. И вот я хотел бы сегодня говорить об этой середине между началом и концом нашей веры, о вере драгоценной и о вере дешевой. Я прочитал или услышал такую статистику, думаю, что речь идет об Америке, но не уверен на 100%, о том, что за год из традиционных церквей христианских уходит миллион человек, даже более. Ну, если они уходят в нетрадиционный, правда, я не знаю, как считать, нетрадиционный, одно дело, но иногда они уходят в мир. Возможно, у вас был такой момент, когда вы встречались с человеком, который потерпел кораблекрушение в вере, который верил Богу, шел за Богом, были люди даже, которые служили Богу, были служителями, которые проповедовали, и они пережили кризис по той или иной причине, и они разбиты, и теперь они не идут за Богом. Это очень страшное состояние. Очень страшное состояние. И поэтому мы должны заботиться о нашей вере, и я хотел бы определение вначале дать, что дешевая вера, это та вера, которая не прошла через испытания, через переплавку, которая тепличная, младенческая и незрелая. Драгоценная вера, это та вера, за которую человек заплатил определенную цену. Он побывал в огне, он очистился, он осветился, и он зрелый, это драгоценная вера. И когда мы говорим о вере, то я хотел бы дать определение, о чем мы сегодня говорим. Вера на основании Старого и Нового Завета, она имеет некоторые значения, я их четыре скажу. Если человек верит, то он уповает. Если он верит, он верный. Третий, он доверяет. И четвертый, он послушный. Беда в том, что мы встречаем очень многих людей, которые заявляют, что они верующие, что они религиозные, но при этом они неверные, неуповающие, недоверяющие и непослушные. Вера – это как наше взаимоотношение с Богом. Самое ценное и самое драгоценное, что мы имеем в нашей жизни, это то, что мы можем сказать, «А воочи, отец мой». Мы можем назвать Бога своим отцом. Некоторые говорят, он суровый, страшный судья. Возможно, для кого-то судья. Для меня он отец. Любящий отец. И поэтому вот эти взаимоотношения нам надо сберечь. Хорошо, что мы имеем начало, хорошо, что мы возродились, но вот в этом промежутке, в этой срединке между началом и концом нам надо свою веру культивировать, защищать, взращивать, возможно, проходить через испытания для того, чтобы сохранить нам наши взаимоотношения. Наверное, вы слышали о таком великом человеке, как Ник Вуйчич, он живет в Австралии, человек без ног и без рук. Слышали, да? Слышали. И вот он рассказывает многие истории о своей жизни. Человек родился без руки, без ног. И однажды, говорит, я задаю Богу вопросы и говорю ему, Бог, но почему ты меня сотворил таким? Что тебе, жалко было две ноги и две руки? И, говорит, вот этот вопрос, он не давал мне покоя, он не давал мне сна, он не давал мне мира. Я был в таком возбужденном состоянии. Бог, ты же всемогущий, ты же богатый, ну почему ты мне не дал две руки и две ноги? И Бог ему ответил следующим вопросом. Он говорит, Ник, ты мне доверяешь? И на этом все. И этот Ник свидетельствует, что этот вопрос, который Бог ему поставил, на вопрос его, говорит, благодать пришла в сердце, пришел в мир и покой. Он говорит, ты мне доверяешь? Возможно, вы находитесь сегодня в каких-то сложных обстоятельствах, вы переживаете не лучший сезон вашей жизни, Бог говорит в твое сердце, в твой дух, доверяешь ли ты мне? Ты пришел в этот мир не самостоятельно, Он дал тебе жизнь. Когда тебя еще не было, Он позаботился о тебе, чтобы Иисус пришел на эту землю для того, чтобы спасти тебя. и ты его жемчужина, и Он переживает о тебе, а ты задаешь иногда вопрос, ты что, Бог уснул? Ты что, меня забыл? Почему я оставлен? Почему я покинут? А Бог говорит, ты мне доверяешь? Есть ли у тебя эти взаимоотношения с Богом? Если есть, то ты богатый, ты благословенный, и эти взаимоотношения надо сберечь. Небо переживает, Иисус Христос в 18 главе Луки задает вопрос к нам сегодня и говорит, Сын Человеческий, пришедший, найдет ли Он веру на земле? Если сравнить с Советским Союзом, то тогда атеистическая система была, не давала строить храмы, дома молитвы, не давала собираться. В наше время очень много церквей, очень много как бы верующих, религиозных людей. Но если небо, Иисус переживает о том, найдет ли Он веру на земле, это говорит о том, что, наверное, ее не так будет много. Вот мы с вами сегодня пришли на это собрание по разным причинам, поводам, мотивам, побуждениям, намерениям. Я хотел спросить бы, если бы Иисус вот сегодня пришел на это собрание, нашел ли бы Он веру в твоем или в моем сердце? Можешь ли ты провозгласить, исповедовать и сказать, Бог, я доверяю тебе в своей учебе, я доверяю тебе в своем бизнесе, я доверяю тебе в своих семейных отношениях, я доверяю тебе в своем служении, найдет ли Он веру или может там что-то другое. Богу не сложно нам помочь. Он говорит, Бог ли не защитит избранных, вопиющих к Нему день и ночь. Богу не сложно помочь, потому что у Него все сокровища, у Него вся премудрость, у Него вся сила. Но он задает вопрос, а что будет на выходе, когда я тебе помогу? Я тебе и так уже много помог, я тебя благословил, спас, я тебе дал всю благодать, что на выходе? У еврейского народа, когда он шел в обитованную землю, было очень много чудес и знамений. Было манна, была вода, было мясо, Черное море, защита от фараона, от врагов, но, к сожалению, написано у евреям 3.19, что они не могли войти за неверие. Ну, как так? Скажите, пожалуйста, как может быть, когда люди видели чудеса, что воды расступаются, когда они видели, как гибнет фараон своими колесницами, когда они кушали эту манну каждый день, и мясо было, и водичка была, и одежда не ветшала, и обувь не ветшала, и все было прекрасным, люди это все видели. А почему вера не сросла? Почему она не выросла? Почему нету плода? И не вошли за неверие. Друзья, видеть это одно, слышать это тоже хорошо, но если у тебя личные отношения с Богом, переживаешь ли ты Бога, чтобы не было сказано так же и о нас, не вошел за неверие. Я хотел бы разделить два метода, как Бог работает с нами, это наказание и испытание. В чем разница вот этих двух инструментов, которые Бог использует в нашей жизни для того, чтобы мы были зрелыми, для того, чтобы мы росли в вере. Когда человек наказуем от Бога, как вы думаете, какой вопрос задает человек, когда он чувствует, что его Бог наказывает? Какой вопрос он задает Богу? А? Не, не почему. А в основном, когда Бог наказывает человека, мы задаем вопрос за что? Господи, за что? За что? Итак, вопрос наказания за что? И цель Божьего наказания, как и цель наказания наших детей заключается в чем? В исправлении. В исправлении. Но когда мы переходим на момент испытания, то мы задаем Богу, Бог нам задает вопрос, или мы Ему задаем вопрос, какой? Не за что, а для чего? Так или нет? Боже, для чего? Ответ следующий, не для исправления, а для того, чтобы мы очистились, осветились, для того, чтобы мы убелились, для того, чтобы мы стали зрелыми и перешли на новый левел. Я помню, как-то у меня было недоразумение с моей женой, только вы никому об этом не рассказывайте, и утром я встал и поехал с моим другом в большой город, мы жили в маленьком городе, и он пока ехал, все было нормально, потом он говорит, слушай, давай поменяемся, ты поедешь. И я в этом большом городе только с паркинга выезжаю, не посмотрел, и меня машина ударяет, я виноват. И мне этот человек говорит, ну не переживай, тут ничего страшного, я покрою, все нормально. Я говорю, нет, ты не покроешь, это я буду покрывать. Ну ладно, 50 на 50. Я говорю, нет, это я буду покрывать, ты не будешь покрывать. Он говорит, а почему? Я говорю, это голос Божий в мою жизнь, что так делать нельзя. Так вот, разница между наказанием и испытанием заключается в том, что когда Бог нас наказывает, Он нам говорит, за что это. А когда мы переживаем сложные обстоятельства и задаем вопрос, Господь, за что? Ответа нет. Быстрее всего, наверное, это для чего-то. Как вы думаете, Бог чаще всего нас наказывает или испытывает? А? Ну вы чаще всего наказываете ваших детей или воспитываете? Как? Ну воспитываем, правда? Учим. Наказание – это уже крайняя мера. А так учим на собственном примере, на Писании, на своих предшественниках. Вот. И Бог нас более всего Он испытывает. Иногда вот мы находимся в таком состоянии испытания. Я припоминаю, еще Иону, Иону, послушайте, как Иона о себе говорит, как Бог его наказывал. Тогда Иона сказал им, возьмите меня, бросьте в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что это ради меня постигла вас эта великая буря. Слышите? Он проснулся, и он не смотрел по сторонам, и он был человек, ну как сказать, с устроенной внутренностью. Он не хотел обвинить соседа, сказал, ну может это он, может это ты, может еще кто-нибудь, капитан. Он сказал так, буря пришла из-за меня, выбросьте меня в море, и буря утихнет. Это наказание. Он четко и конкретно знал. Поэтому в Писании наказание и искушение иногда это синонимы. Мы читаем некоторые места, написано, что блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан, он получит венец жизни. Для чего Бог нас испытывает? Для чего Бог нас испытывает? Мы читаем Псалом 138, первый стих, там написано, Господи, ты испытал меня, и ты знаешь. И заканчивается этот Псалом, испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои. Неужели Бог что-то о нас не знает? Скажите, Он что-то о нас не знает? Знает наши тайные мысли и желания или нет? Знает, когда мы ложимся и встаем или нет? Знает, сколько мы зарабатываем и сколько мы жертвуем? Знает, сколько мы читаем Библию и сколько мы молимся, сколько мы постимся? Знает это или нет? Он говорит, Господи, ты испытал меня и все знаешь А потом добавляет, говорит, Господи, испытай меня Бывают моменты, друзья, что наша самооценка или завышена, или занижена И мы не можем дать, даже Давид по сердцу Бога Он говорит, Господи, испытай и узнай, что там в моем сердце, в глубине моего духа Моих помыслов, моих желаний, стремлений Господи, и посмотри, не на опасном ли я пути И направь меня на путь вечный Так вот, друзья, часто наша самооценка, она неверная Я говорю, или она высокая, или заниженная И когда я был на миссии, я был в одном месте, потом переехал в другое место И я жил сам, несколько лет я жил сам И я через несколько лет обратил на себя внимание, что я стал очень духовным человеком Меня никто не раздражает Я ни на кого не кричу У меня такой, я думаю, несколько лет прошло, я уже такой духовный И я был таким духовным, пока ко мне не приехал на миссию мой младший брат Как только он приехал, как-то духовность моя испарилась Я заметил, что он обувь не там ставит, что он посуду за собой не помыл Что он кровать неправильно заправил или вообще не заправил И у меня начинается, поднимается И я увидел, что я еще недостаточно духовный человек У меня есть над чем работать Поэтому Господь показывает, какие мы настоящие Какие мы настоящие, поэтому он допускает сложные обстоятельства, испытания И говорит, посмотри, ты думаешь, ты супердуховный? Друзья, нам очень легко быть духовными за кафедра или в церкви Но мы самые настоящие тогда, когда мы в испытаниях, это раз И второе, в домашних условиях Я рассказываю все про свою жену Она мне говорит, а в церкви ты так бы не сказал Я говорю, ну дай мне хоть расслабиться дома Поэтому мы с вами настоящие дома Вот какие мы дома, вот мы настоящие И представьте себе, на что бы была похожа церковь Если бы мы вели себя в церкви так, как мы ведем себя дома И наоборот, на что бы были похожи наши семьи Если бы мы вели себя дома, так как мы ведем себя в церкви Ну это так, для размышления Вы знаете, иногда, когда люди смотрят на стекло, на серебро, на золото На драгоценные материалы Может показаться, что они чистые, что они блестят Но когда они попадают в определенные условия То из этих предметов, из этого стекла, из этих драгоценных металлов Начинают выделяться шлаки Нечистоты, всякие примеси И я в одной церкви говорил об этом И ко мне один человек подошел и говорит Ты еще не добавил, что в этой плавильне, когда вот это все плавится Там невыносимый стоит запах Там невозможно дышать, так противно Понимаете, окажется, что оно все чистое, все такое прекрасное И поэтому написано, что плавильня для серебра и горнила для золота А сердца испытывает Господь Бог имеет дело с нашим внутренним человеком, с нашим сердцем Никто из людей не может работать так сердцем, как работает Бог И иногда он допускает горнила Иногда он допускает вот эту печь Для того, чтобы поставить нам истинный диагноз Или наше истинное состояние Помогает нам очиститься, осветиться Дает нам возможность перейти на новый духовный уровень Даже в мире в серийное производство не выпускает ни машин, ни самолетов Ни другую какую-то технику, пока они не будут испытаны на испытательных полигонах И иногда кажется так по-детски Ну зачем новые самолеты или машины так разбивать вдребезги? Они должны пройти испытания Для того, чтобы потом была безопасность Вот если бы я вас спросил Вам бы предложили полететь на самом новом самолете Но сказали, что там самая лучшая аппаратура Это самый новый самолет Но на нем еще никто не летал И он не был испытан Как бы вы себя поняли? Ну давай рискнем, да? 50 на 50 Летит хорошо, но приземлится или нет? Пока мы не знаем Так вот, в нашей жизни, если мы отказываемся от испытаний Если мы отказываемся от печки, от переплавки Иногда Бог просто нас не использует Просто не использует Мы говорим, а почему духовные дары не действуют? А почему Господь не дает мне служения? И вот послушайте, написано так Не должен быть из новообращенных Дабы не возгордился и не подпал осуждению с дьявола Бог иногда просто не дает Потому что человек внутри не зрелый Не очищен, не переплавлен Не освящен, не преображен И Бог не дает ради того же человека Чтобы он не возгордился Потому что он незрелый Он не сможет контролировать характером У него незрелый характер Свои дары не сможет Свое служение, свои достижения, свои успехи Возгордится и подпадет осуждению с дьяволом Поэтому Господь допускает иногда Чтобы испытания приходили Не для того, чтобы нас наказать Не для того, чтобы нас унизить Не для того, чтобы нас сломать А чтобы перевести нас на новый уровень Вы все хорошо знаете об источниках веры Я просто их напомню каждому из нас И три источника веры Которые говорит Писание, Бытие 15.6 Авраам поверил Богу И это вменилось ему в праведность Вера приходит через взаимоотношения с Богом Как мы переживаем Бога Есть ли у нас тайная комната Переживаете ли вы Бога в машине, когда вы едете И исполняетесь ли вы духом Наши отношения с Богом Они приносят нам драгоценную веру Кроме этого, Иисус говорит Петру Но я молился о тебе Чтобы вера твоя не уменьшилась Или не оскудела Вера приходит через молитву Господи, дай мне ответ на мои молитвы В молитве я говорю Богу И в молитве Бог мне отвечает Молитва это не просто просьба Молитва это общение с Богом Через молитву наша вера Также взращивается В Римлянам 10.17 Слово Божие написано Вера приходит в Слово Божье Почему очень много у нас в церквях проповедуется Слово? Потому что мы хотим, чтобы вера росла А вера приходит не от того, что мы прочитали газету Не от того, что мы послушали какие-то басни Не какие-то сплетни Вера приходит от живого Слова Божьего От Логоса, от Рэма Что это проникает в наше сердце И мы с вами взращиваем нашу Веру И вот интересный момент, друзья Библейская вера Драгоценная вера Она строит нашу жизнь В центре которой является Бог Бог в центре Наша жизнь должна быть богоцентрична Откуда мы знаем Кто в центре нашей с вами жизни? Кто? Что? Мы не знаем Но когда мы попадаем в испытания Сразу видно Кто и что в центре нашей веры и нашей жизни В нашей церкви была одна сестра Из новоуверовших И она несколько лет ходила в церковь Но у нее была проблема с ее мужем Этот муж был неверный Как в народе говорят Он ходил налево И когда он уходил от нее Она не могла выдерживать Как-то очень сложно для нее было И ее вера Ну не возросла И она сделала следующий момент После этого Когда он очередной раз ушел от нее Она пошла к бабке Которая там шепчет Ворожит Мы со временем узнали об этом И говорим Слушайте, это неправильно Вы пошли к дьяволу Нельзя так делать Это неправильно Она говорит, все, каюсь, все, поняла Все, больше туда не пойду Все будет хорошо Но прошло полгода И она вернулась на круги своя Почему? Потому что не было у нее доверия Богу Ну не было этой крепкой, драгоценной веры Друзья, мы можем говорить И заявлять очень много И как бы показывать себя очень духовными Но что ты делаешь, когда ты попадаешь в печь? Когда ты попадаешь в разные сложные обстоятельства Когда приходит испытание Это показатель того, кто в центре Кому ты служишь И кто твой Господь Что интересно Бог нас испытывает по-разному Бог не испытывает каждого одинаково И проблема церкви, возможно, не у вас А в других местах бывает следующее Что верующие сравнивают свои испытания с другими И это неправильно И говорят А ему-то хорошо А ему-то легко Откуда ты знаешь, ему хорошо или легко? Откуда ты знаешь, как он спит? Или когда у него там подушка мокрая Ты же этого не знаешь, не видишь? Так вот, Бог нас испытывает разными способами И разными путями Я перечислю три Первое, Бог испытывает людей процветанием, богатством, успехом Кто-то так сказал Господи, ты меня так уже долго нищетой, бедой испытал Испытай меня еще богатством Но Богатство И процветание, и успех, и дары Это испытание, друзья мои Это тоже надо жить верой Надо хранить взаимоотношения с Богом Чтобы не возгордиться Чтобы не сказать А кто такой Господь? Вот я, вот это Мы построили этот мир Мы наш, мы новый мир построим Поэтому это испытание тоже И вторая крайность Когда человек проходит через болезни Через сложные обстоятельства Через какие-то гонения Это тоже испытание Но это еще не все Между процветанием и сложными обстоятельствами Есть еще серединка Я помню Одного из наших братьев спрашиваю Слушай, ну как твои дела? Как там? Как живешь? А он мне отвечает Болото Рутина Знаете, в народе говорят еще там бытовуха Иногда человек не процветает Он не переживает каких-то гонений сложных таких Но внутри у него пустота какая-то Все рутина, все так серое Ну, одним словом он говорит, болото Но в этих всех испытаниях Мы должны оказаться верными Богу Сегодня утром в Братской Мы немножко успели рассуждать И вот такой вопрос я задам, друзья мои Как вы думаете Кому легче сохранить веру И взращивать свою веру? Нам, жившим в Советском Союзе Когда все было черно-белым Явные были границы Все было известно Кто верующий, не верующий Или сегодня христианам, которые живут в Америке Где легче было сохранять веру? Где легче было устоять в вере? Это риторический вопрос Но история церкви показывает Что церковь была более способная И приносить плод И славу Богу И более очищенная Она была почему-то в гонениях В трудных обстоятельствах И когда церковь имела процветание Когда церковь сращивалась государством Она просто ставала религиозной Мертвой структурой Ну, вот Такой момент Мы с вами можем удивить небеса И Иисус пришел в свое селение На свою родину И написано Дивился, не верю их Но Он пришел в другое селение К одному человеку Который сказал Скажи слово И слуга Будет мой здоров И Иисус удивился Сказал Идущим за ним Истинно говорю вам В Израиле я не нашел такой веры Иногда, друзья, мы думаем Что вера Это на больших собраниях На больших конференциях И там бывает Но вот эти места Показывают Что драгоценная вера Она зреет Созревает Взращивается Немножко в других обстоятельствах И еще один текст читаю Про женщину Тогда Иисус сказал ей в ответ Женщина, велика вера твоя Да будет тебе По желанию твоему И исцелилась дочь ее В тот же час Поэтому смотрите Вот этих два Последних места Которые я прочитал Я себе выписал И следующее Драгоценная вера Формировалась Строилась Среди болезней Беды Расслабленности Жестоких страданий И жестокого беснования Среди демонов Вера, которая Удивила Иисуса Христа Она не была В религиозной обстановке Она не была В синагоге Она не была В храме А она была Там на кухне В этой спальне Там где был Стон Слезы Не знала Что делать Как там может Формироваться Драгоценная вера И поэтому Ты задаешь Сегодня вопрос Как я могу Дальше служить Богу Как я могу Идти за Нем Вот посмотри На эти примеры Люди находились В ужасных ситуациях Там были демоны Там была страшная болезнь Но это Не помешало им Сохранить отношения С Богом Взрастить Эти отношения С Богом И так что Он удивили Они удивили Иисуса И удивили небеса Наш Господь Он дивный учитель Вначале Он нам преподает Теорию Учебу Он нам преподает А потом Садится с нами В лодку Плывет И там буря Испытания И задает После теории Нам вопрос А где вера твоя? А где вера ваша? Где вера моя? Если у меня есть вера Ее нельзя подделать Ее нельзя имитировать Она или есть Или ее нет Почему нет добрых дел? Да нет живой веры Где вера ваша? И у учеников Обратите внимание Ученики находились В самом Лучшем месте На земле В самой лучшей Библейской школе Или институте Имели самого лучшего Учителя Имели самое правильное Богословие Все самое Наилучшее Но на выходе Они как же Так же как и евреи Не вошли за неверие А у этих Не было веры Друзья Это Нас немножко Настораживает Мы ходим Из года в год В церковь Мы как бы ходим На праздники Мы поем Мы молимся Растет ли наша вера Когда Господь Нам устроит Экзамен Тест Он спросит Где твоя вера Есть она Ты скажешь Аминь Есть Господь Я доверяю Я верю Я люблю тебя Мне достаточно Твоего вопроса Доверяешь ли ты мне Господь Я доверяю Я верю Что ты ведешь Мою семью Господь Не только заботится О наших Больших вопросах Господь заботится О маленьких Нюансах Нашей жизни Он Наш пастырь И он говорит Что Все заботы ваши Возложите на него Потому что он печется Даже когда мы спим Он печется Слава Богу за это Слава Богу Дешевая вера Чувствует себя хорошо Пока Бог что-то дает Как только Бог перестает Что-то давать Или отвечать Дешевая вера Говорит Я такому Богу Служить не буду Иисус обращается К людям Говорит Истинно Истину Говорю вам Вы ищете меня Не потому что Видели чудеса Но потому что Ели хлеб И насытились Для младенческой веры Это нормально Это Можно сказать Для них это хорошо Что они хотят хлеба Но когда мы Растем Мы не должны Как эти римляны Жить Только Хлеба и зрелищ Хлеба и зрелищ Это было у римлян Это было у евреев И вы знаете И сегодня То же самое То же самое Материализм Главное Чтобы хорошо жить И Удивите меня Удивите Зачем Кто-то тебя должен удивлять Если тебя Бог не удивляет Если тебя не удивляет Суверенный Великий Господь То Никакие игрушки Этого мира Тебе не помогут Не помогут Поэтому Мы ищем И просим Господи Пошли нам хлеб Насущный На каждый день Но Но Это не главное Мы ищем его Мы ищем Духовного хлеба Мы ищем Бога Его присутствие Потому что Наша вера Она Должна Расти И Иова однажды Сказал следующее Господь дал Господь взял Да будет имя его Благословенно Я удивляюсь этому человеку Десять гробов За один момент Все потерял Все потерял И вот это слово По-особенному Оно касается Моего сердца Потому что В нашей жизни Пока Бог дает Мы славим его Не так ли Вот мы славим За что бы он не давал нам Мы славим его Друзья Но суверенный Бог Имеет право дать И имеет право взять Легко ли нам Когда Бог говорит Отдай мне твоего Исаака Легко ли нам Нелегко Но драгоценная вера Говорит Псалмом Похоже Когда-то мы пели И если ты захочешь взять Что мне больнее всего отдать Отдай мне радостно сказать Как хочешь ты Как хочешь ты Меня удивляет Три молодых человека Сегодня Молодежное служение Которые Служили Новоходоносору И когда они Отказались Поклоняться Этому идолу И написано Следующее В 3 3 главе 16 стихом И отвечали Судрах Месахи И Авдинага И сказали Царю Новоходоносору Нет нужды нам Отвечать тебе на это Бог наш Которому мы Служим Силен Спасти нас От печи Раскаленной огнем И от руки Твои царь избавит Если же И не будет того Да будет известно Тебе царь Что мы Богам твоим Служить не будем И золотому Истукану Который ты поставил Не поклонимся У молодых людей Была такая же плоть Как и у нас С вами Им было больно И они хотели Кушать И они хотели Спать Эти люди Они были Лишены всего У них Забрали родину Родителей Их церковь Синагогу Все забрали Даже лишили Их имен И их Настоящие имена Не Сидрах Месахи Авдинага А Анания Месаил И Азария У них Забрали все За исключение У них была Драгоценная вера У них Настолько Она была Драгоценная Что они Перед этим Тираном Не побоялись Заявить Смело встать И сказать Не переживая Что там Тысячи стояли И раболевствовали И преклоняясь Они говорят Нам нет нужды Говорить тебе Потому что Мы верим Сильного Бога Который Может спасать От печи Слава Богу Верим ли мы Сильному Богу Иногда Мы говорим Так Ну если я не могу Изменить своих детей Наверное Бог не может Тоже Если я не могу Изменить моего Мужа Или жену Наверное Бог тоже Не может Нам надо Обновиться В нашей вере Что Бог Наш Он Всемогущий И говорит Он Эти люди Говорят Что избавит Нас От руки Твоей Но они На этом Не остановились Они добавили А если Даже не будет Этого То мы Пойдем На смерть Но Богам Твоим Служить Не будем Это драгоценная Вера Это цена За веру За веру Иногда Надо платить Цену И то что Мы живем В Америке Друзья Мы не должны Жить Расслабленно Мы должны За свою Веру Платить Цену Это значит Бодствовать Это значит Противостоять Это значит Богу доверять Это ходатайствовать Цена должна Быть заплачена Каждым Христианином Мы живы Господь Нас испытывает И мы платим Свою цену У каждого Она своя У каждого Свои испытания И вот Я хотел бы Задать вопрос Если меня Дети слушают Я хотел бы Вопрос Задать По математике Кто спит Пусть спит Вот А по математике Задам вопрос Этих Три человека Пошли в печь Но Новохадоносор Увидел Что там Их оказалось Кроме Трех Четвертый Когда он Покаялся Этот тиран Он сказал Выходите И они Вышли А вышло Сколько Сколько Вышло Трое Вышло И вопрос Задать Следующий Для детей Для всех Было Три Стало Четыре И потом Стало Три Вопрос Куда Девался Еще один Куда Какая Ваша Версия Какая Ваша Версия Я Я Хотел Я Хотел бы Вам Предложить Следующее Что Тот Четвертый Он Остался В огне И Когда Ты Попадаешь В этот Огонь Он Говорит Я Уже Здесь Поэтому Вездесущий Он С тобой В твоей Работе В твоей Учебе В твоих Переживаниях Сложных Обстоятельствах В твоей Болезни В твоих Проблемах Он С тобой В этой Печи Он Был С этими Людьми И Что Он Там Делает Этот Новоходоносер Сказал Свяжите И Написано Несколько Раз Что Связанных Туда Бросили Связанных Он Говорит Вы Их Бросали Связанных Да Почему Я Вижу Что Они Ходят Развязанные Там В огне Сгорает Лишние Веревки Возможно Грех Связал Искушение Мир Похоти Связали И Когда Ты Попадаешь В эту Печь То Сгорает Только Все Лишнее Веревки Сгорают А потом Эти Прошли Сатрапы Эти Вельможи Эти Министры Нюхают И говорят И дым Они Не слышно Не чувствуются Почему Потому что Когда Господь Посылает Свой Огонь Не для Того Чтобы Тебя Сжечь Не для Того Чтобы Тебя Унизить Но для Того Чтобы Тебя Преобразить Чтобы Стал Чище Чтобы Ты Стал Более Более Похож На Иисуса Христа И чтобы Явилась Слава Божия И вот Этот Диктатор Этот Тиран Когда Он Столкнулся С таким Богом Послушайте Что Он Сказал Как Велики Знамения Его Как Могущественны Чудеса Его Царство Его Царство Вечное Владычество Его Вроды И вроды Он Столкнулся С живым Богом Я вам Напоминаю Первый Текст Для Чего Бог Дает Нам Возможность Иметь Драгоценную Веру Первый Текст Напоминаю Который Я вначале Читал Смотрите Чтобы Наша Испытанная Вера Послужила К похвале К чести И славе Явлении Иисуса Христа Драгоценная Вера Цена Тем Что Она Приносит Честь Славу И Хвалу Богу Нашему Потому что Когда у нас Лицемерная Вера Незрелая Вера Нам Часто Наши Неверующие Друзья Тыкают А он К вам Ходит Церковь А я К вам Не пойду Потому что Он Меня Обманул А тот Ходит А я Не пойду Почему Люди Столкнулись С лицемерной Верой Незрелой Верой Дешевой Верой Неочищенной Верой И они Столкнулись Они В ужасе А что Он К вам Ходит Да Ходит Но Драгоценная Вера Которая Была У этих Парней Господи Благослови Чтобы у нас Была Та же Самая Огромная Вера И На Окончание Друзья Наша Драгоценная Вера Это Личная Вера Когда Мы Жили При Советском Союзе У нас Было Колхозное Совхозное Все Было Общее Но Верить Так Не Будет Написано Что Праведник Своей Верой Жив Будет Я В пятом Поколении Верующий Но Я Не Живу Верой Моих Родителей Моих Предшественников За них Благодарю Оставили Нехороший Пример У Бога Нет Унуков У Бога Есть Дети Каждый Будет Жить Своей Верой И Очень Важный Момент Если Мы Не Взращиваем Драгоценную Веру Мы Можем Попасть В Сложные Обстоятельства Есть Моменты Когда Нам Никто Не Может Помочь Есть Моменты Моя Жена Была Беременна Третьим Ребенком А Моя Любимая Теща Работает В Роддоме 35 Было Решить Что-то По Закону Нормально То Заходили С черного Хода И Говорили Это Свой Ну Говорили Еще По Блату И Вот Моя Жена Беременная Третьим Ребенком А у Него Живот Стоит Дыбом В Тонусе Не Знает Что Делается Она Приходит Туда В Роддом Где Работает Моя Любимая Теща И Этим Докторам Она Тоже Там Работала В этом Роддоме Они Проверяют И Говорят Слушай Дорогая У тебя Как минимум Будет Инвалид А Быстрее Всего Будет Урод Вот Так По Блату По Знакомству Все Правда Приходит Моя Жена Домой Плачет Плачет Что Делать А там Приблизительно Идти Полтора Километра И Она Говорит Пока Я шла Этих Полтора Километра Я приняла Решение Что Вопреки Всему Я буду Рожать Этого Ребенка Ну Давай Мы стали Помолились Наш город Небольшой Там Не было Аппаратуры Такой Как УЗИ И Нам Пришлось Ехать В такой Побольше Город Как Нижний Тагил Вот Через Две Недели И Вот Этих Две Недели Для нее Были Очень Сложные Я Не Мог Ей Помочь Мама В роддоме Не Могла Там Непонятно Что Но Через Две Недели Мы Едем Нижний Тагил И Там УЗИ Это Делают Смотрят Этого Ребенка У нас Первые Две Девочки И Она Выходит И Говорит Что Доктор Сказал Что Будет У Нас Сын И Этот Сын Будет Совершенно Здоров Я Говорю А Как Так Они Отвечают Говорит Ваши Врачи Просто На Месяц Сделали Ошибку В сроке Рождения Вам уже Надо Рожать Уже Живот Вот Вот Вы В любое Время Можете Не доехать Даже Домой И Мы Родили Да Так И Было Родили Здорового Ребенка Сына Назвали Его Илья В честь Пророка Ильи И Он Без Всякой Патологии Без Всякой Болезни Родился И Сейчас Служит Богу Но Вот Этих Две Недели Вот Этих Две Недели Мою Жену Никто Не Мог Поддержать Друзья Мои Возможно Вы Находитесь Впереди Этих Двух Недель Я Желал Будь Чтобы Наша Вера Поддержала Нас Один Человек Который Лежал На Смертном Одре И Его Родственники Пришли И Начали Его Поддерживать И Не Переживай Как Это Будет А он Был Муж Веры Имеющий Драгоценную Веру Его Звали Стэнли И Он Говорил Сокровенные Нити Самые Прочные Мне Не Нужны Внешние Подпорки Чтобы Поддержать Мою Веру Потому Что Моя Вера Поддерживает Меня Вот Испытание Твоя Вера Поддерживает Тебя Или Нет Поддерживает Ли Твои Взаимоотношения С Богом Который Говорит Не Переживай Я Все Устрою Я Позабочусь Я Истелю Я Благословлю В Конечном Итоге Все Будет Хорошо Поддерживает Ли Твоя Вера Тебя Когда Возможно Многие Сказали Сдаюсь Падаю Есть Ли Эти Сокровенные Нити У Тебя Апостол Павел Самый Большой Человек Духовный Наверное Он Сказал Я Веру Свою Сохранил Братья Сестры Есть Тот Который Хочет Нас Обворовать В нашей Вере Давайте Не Позволим Его Обворовать Нас В вашей Жизни Было Что Вы Вас Физически Обворовали Было Такое Или Нет Я Был В Бресте После Армии Ехал Собрал Все Своей Котомки Ехал На На Миссию Зашел В Смоленск Позвонить И пока Только Позвонил Уже Поворачиваюсь Все мои Пожитки Ничего Нет Ничего Нет Я Остался С дипломатом В сланцах Шортах И в майке Все Летом Я Приезжаю В Смоленск Меня Там Миссионеры Встречают Говорят А ты Груз Какой Будет Нет Груза А там Деньги Были Все Было И я Как Побитый Пес Ходил Несколько Недель Меня Обворовали И я Когда Сейчас Гаду И прошло Вспоминаю Эти Моменты Мне так Неприятно Меня Обворовали Друзья Мои Но Я бы Не хотел Чтобы мы Пришли Престол Благодати Божией И сказали Ну слушай Ты обворованный В вере Давайте Будем Бодрствовать Сохранять Вкладывать Культивировать Свою Драгоценную Веру Одного Человека Я уже Последний Рассказываю Пример И аминь Человек Который Занимался Драгоценными Металлами Его спросили Откуда Вы знаете Что металлы Очищены Когда вы В печку В горнило Кладете Он говорит Я их Долго Плавлю А потом Смотрю Долго Плавлю И смотрю Ну когда Наступает Этот момент Есть у вас Какой-то Градусник Прибор Который Нет Говорит Нету Я просто Долго Плавлю И смотрю И когда Вы знаете Когда Этот металл Уже чистый Он говорит Когда Я в определенный Момент Смотрю И вижу Своё изображение В этом металле Я знаю Что он чистый Друзья Мы вручили Свою судьбу В руки Живого Бога И он не успокоится До того времени Пока в каждом из нас Не увидит Образ Иисуса Христа Аминь Помолимся Субтитры